Сейчас я, подождите, провод в жопу затолкаю, чтобы удобнее было, и начнём. Ты можешь мне дать тапок. Да пофигу, чё у вас, в смысле, вот, вот те самые легендарные леопардовые тапки, которые сидят за кадром. Вот, держи. Я всегда на них смотрю, они всегда, б***ь, где-то рядом. Что вам такого интересного рассказать? Я тут вернулся с Кипра, ничего не поменялось. Как Кипр был одним из самых унылых мест на земле, так, собственно, и является. Единственное, почему я ездил на Кипр, потому что у меня там сейчас друг живёт, и просто хотелось увидеться с другом. Но так, конечно, Кипр, это очень странное место. Во-первых, Лимассол, это город на Кипре, уже давно пора переименовать в Лимассольск, потому что там, блин, каждый второй русский, куда ни плюнь. У тебя вот куча маленьких домиков, да, там построили три небоскрёба, потому что, типа, ебать, айти столица, теперь там всё такое, компании там прячутся и так далее. И там, вроде бы как, много бизнеса и много, типа, богатых людей. Так как довольно большое количество людей там богатые, они либо арендуют, либо покупают какие-нибудь дорогие тачки. И у тебя вот, как бы, вот такие улочки, вот такусенькие. Вот с такими колечками, вот с такими малюсенькими поворотами. Всё в каких-то непонятных светофорах, которые хуй, пойми, как работают, не работают, всем похуй, все едут как хотят. И при этом у тебя там куча 911-х, типа, Bentley, Lamborghini и прочих всяких дорогих таких тачек. Вот в таких вот загонах, в маленьких прям, типа, непонятно, нахуя оно тут такое нужно. Да, там как бы есть трассы, где можно прям, типа, у тебя вот обычная стандартная трасса между городами, ты взял и поехал. Но внутри города, типа, плюс стандартной Европы. Чуть что вечер, сразу всё никак не работает, аптека работает, там, раз в полугодие. У тебя есть дни в неделю, не в месяц, а в неделю, когда вот у тебя работает одна аптека на весь город. Все остальные, как бы, ты нахуй заболел, терпи. У тебя зуб болит, ну, блядь, терпи. Там абсолютно очень скучно, короче. А из-за того, что сейчас закрыто ещё воздушное пространство, тебе нужно туда лететь, как и вовсю Европу, через три пизды, там, через каких-нибудь 15 пересадок, там, типа, 48 часов, вся фигня. Если раньше, например, ну, в Азию летелось проблемно просто потому, что, блядь, далеко что-то, долго лететь, вот, лучше в Европу слетать, то вот у меня теперь ни одного аргумента, чтобы лететь в Европу, вообще, вот, как бы, просто нет. У тебя ни одного аргумента и ни одного повода, чтобы тебе пограничник разрешил въезд. Почему? У меня виза есть. Ну, на Кипр, да. В Болгарии, в Хорватии ещё есть. Как бы, в целом, если заморачиваться, визу получить, как бы, ну, возможно, просто непонятно зачем. Когда существует Таиланд, Вьетнам, Индонезия, да, в целом, вам хватит уже, уже очень весело. То есть тебе нравятся девочки с секретом, да? Я, на самом деле, ни разу не был в Таиланде, но это всё такое. Но Таиланд вам не было. Короче, думать, что, типа, Таиланд – это вот страна с девочками с секретом, то же самое думать, что Голландия – это страна проституток. Например, то же самое. Да, у тебя в Амстердаме есть две улицы красных фонарей, где у тебя на витринах стоят, типа, шлюхи, просто и зазывают. Они не шлюхи, они... Помещение из себя. Ну, проститутки. Они налог платят, они в казну нормально денег заносят, я тебе скажу. Да, это... Самозанятые, да. Это лучшая работа в мире. Но это всё равно, типа, это не так много в разрезе всего города и всей страны и всё такое. Вот. Таиланд, он суперразный. Там есть всё. Как бы и трансвистит – это не то, что бывал, по сравнению с тем, что есть в Таиланде в целом. Но я там не был, опять же. У меня очень много друзей туда ездят постоянно. Я просто, типа, ну, прям, я обожаю Индонезию. Вот в Индонезии просто великолепно всё. И также, когда вы смотрите этот ролик, я вернулся с Ротекса. Да, надеюсь. Потому что я, типа, был зимний этап. Ну, в моем мире он ещё будет, а у вас он уже был. Зимний этап Ротекса в Сочи – это картинг спортивный. Вот эти вот наши стандартные приколы. Вот там. Первый раз поеду на гонку вообще без тренировок. Потому что у меня из-за графика получится так, что я просто прилетаю сразу на гонку, меня там унижают, и я возвращаюсь обратно. Вот такая программа у нас, по крайней мере. Потому что, опять же, без вката, без тренировок, без всего, типа, ну, как бы, претендовать на хоть что-нибудь вообще бесполезно. Плюс там положили новый асфальт. Будет больно. Подожди, а новый асфальт добавляет, держак? Да. Ну, во-первых, у тебя существуют разные фракции асфальта. У тебя какой-то асфальт может быть… Бля, бля. Всё, мы тебе верим, Стас. Погоди, погоди. Во-первых, у тебя существуют разные фракции асфальта, заполняющего материала, вот, ну, типа, вот этих вот камушков. Есть асфальт, где камушки маленькие, есть асфальт, где камушки большие. Соответственно, там, где у тебя камушки маленькие, у тебя там будет больше битума. Или наоборот, типа там, хуй знает, по-разному может быть. Но суть такая, что у тебя часть асфальта, это просто заполнитель, типа камень всякий, говнище, гранитный и какая-то такая хуйня, все остальное, но это битум. Чем у тебя больше битума, тем у тебя более держаковый асфальт. Логично? Логично. Плюс еще у тебя, допустим, асфальт может старый, там быть немножко качковатым, неровным, из-за этого ты подпрыгиваешь постоянно чуть-чуть и теряешь держак, потому что колесо подпрыгивает, типа пятно контакта уменьшается, все, приехали. Если положить его ровно, и он будет с большим битумом, он лучше будет прорезиниваться и будет больше держать. Моя задача финишировать в гонке, потому что в прошлый раз у меня в первой гонке оторвался руль, во второй гонке меня догнали на круг, а если тебя в картинговой гонке догоняют на круг, тебя снимают с трассы, потому что ты опасный, тебе сейчас весь этот поезд должен проезжать, поэтому типа иди нахуй. Моя задача финишировать, то есть это значит, что я должен остаться в круге со всеми за 16 кругов. В чем то, что там ребята все с ебейшим вкатом катаются, а я просто такой из ниоткуда приехал, это та еще задача, остаться в круге вместе с ними всеми. В картинге все борются за не то, чтобы там типа десятые секунды, а за сотые. Всегда как бы у тебя финиш гонки, это, ну, ребята у всех бампер в бампер там друг в друга, там не бывает, очень редко бывает такое, что кто-то прям, знаешь, там с отрывом там в две секунды финиширует. Обычно там все вот, ну, прям очень плотно. И понятное дело, что если там кто-то на кого-то напрыгивает, кто-то кого-то выталкивает, типа это прям, это все, ты не догонишь уже без шансов. И по идее, я очень сильно надеюсь, к тому моменту, когда вы смотрите этот видос, я уже оттуда вернулся. Живой, комплектный, со всеми запчастями. И если я возвращаюсь именно такой, то на следующей неделе я еду в Казань. Исправлять эту ситуацию, вот. В Сочи же вот эта трасса, где подиум гранитный. Да-да-да, это именно эта трасса. То есть приехать в подиум можно по-разному. Да, приехать, не, можно приехать на подиум, можно приехать в подиум. Это та же самая трасса, где по мне проезжались машины, по мне вот прям, типа. Я просто старую новость какую-то включил, типа старый выпуск, просто рандомный. Там целый видос был, да-да-да. Настолько было важное событие, блядь, что мы аж целый видос по этому поводу записали. Он сначала просто на меня запрыгнул на колесо, и проблема в том, что он, типа, продолжил сжать газ. А я дальше просто, типа, проверил, рука на месте, все, шевелится, все, поехали дальше. Я, типа, у себя в пост, в телегу, недавно закинул такую большую длинную штуку, что есть шанс вписаться с нами в гонки, в Казань-Ринге, вот это вот, типа, то, что мы катаемся на грантах. А и удивительно никто не откликнулся. Я прям думал, что там мы сейчас администрацию Казань-Ринга напряжем. Но, видимо, из-за того, что я там прям так все мрачно расписал, типа, я специально ставил много условий, что, типа, вот, бля, вам там нужна экипировка по-любому, там куча страшного, что за все платить, типа, разобьете машину, нужно будет платить, типа, бла-бла-бла, и да, там все так и есть, на самом деле. Но удивительно, что, типа, никто не откликнулся, типа, там, из тайм-атакеров или еще из кого-то. Но мне это какая разница, я все равно еду завкатом. То есть мне, типа, я там ни на что не претендую, типа, приеду на подиум, приеду на подиум. Я после того, как мне не дали бензина, типа, уже, похуй, типа, вообще без разницы уже, как бы. Не сильно ты и хотелось, знаете ли. Знаешь, надо тебе в конный спорт пойти, там, таких промахов не бывает. Блядь, мне коня с тремя лапами дадут. И, кстати, про коней, да. Мы в прошлом выпуске, когда разгоняли про съемки, там, про Сергеев Пассат, то, что мы там, типа, делали документал и все такое, мы забыли рассказать про конно-спортивный клуб Воронцова, который нас радостно приютил в этот раз. Он нас и в прошлый раз приютил. Всегда у нас приютил, вот. Там у нас, значит, что? Там у нас кони под окнами бегают, потому что там гостиница, как бы, у тебя из номера есть окно, как бы в номере есть окно, да, это удивление. И ты тут, как бы, ну, открываешь окно, смотришь, там кони такие. Тридык-тридык. Один ржал, блядь, типа, ой. Я в какой-то момент высовываюсь из окон, типа, там, ну, как бы, у них там какое-то количество загонов, они большие еще довольно, и там два коня просто бесоебят жестко, они вот так вот бегают к всему этому загону, прыгают, там, типа, ногами брыкаются, что-то вот их прямо бесоебят, а один стоит просто такой вкопанный. Ну, он на все это дело смотрит, такой, типа, бля, ебать, у меня соседи. У него другие загоны были. Собственно, помимо того, что там можно жить, там можно еще на конях кататься. Я вот коней боюсь пиздец, мне предлагали, но я не согласился. Что еще там есть? Можно кататься на шлях круглый год, потому что у них большой, да, прямый манеж. Еще там есть козел Захар. И пони панк. Да, пони панк. Вот пони панк я не видел. А вы видели пони панк? Мы не видели, но нам очень хотели показать. Мы фотографию подкинем. Вот он, пони панк. Потом туда можно приехать на выходные, на праздники, отдыхать. Короче, классная база отдыха. Вот в чем суть. Типа, если вам нравятся коняшки, и вы вдруг внезапно оказались, Сергей, в посаде, то обязательно заезжайте в КСК Воронцова. Строго рекомендуем. Давайте еще раз. Знаете, вот это вот ощущение, когда ты открываешь свою любимую технику, там, или берешь свой любимый гаджет в руки, и вот, честное слово, у меня вот этот вот ноутбук несколько месяцев, и я до сих пор каждый день открываю его с трепетом. И это ведь правда важно, чтобы рабочие гаджеты были приятны в использовании. Но куда важнее их исправная работа. Ведь так умеет только оригинальная техника, а ее сейчас за нормальные деньги ищи с вещей. Но один проверенный сайт точно есть. Это biggeek.ru. В Big Geek много разной техники, от новых айфонов до гаджетов для дома, там, что угодно. Чтобы вы понимали масштабы. Скажу так, я там нашел фен Dyson, единственный нормальный фен, по мнению девочек. Да, вот, вот тут. А еще есть несколько очень полезных автомобильных примочек и огромные наборы лего, которые тоже сейчас нигде не найти. Круто, круто. Но мы же с вами, ребята, взрослые, и хотим не просто купить классную технику, но еще и А. Купить качественный товар. Б. Получить классный сервис. В. Сделать это без лишней головной боли. И, ребята, сбеги, кстати, все в порядке. Ведь в магазине с выбором вам помогут отзывчивые менеджеры. А если помощь не нужна, то все равно каждый шаг покупки будет приятным. От здравствуйте до приходите еще. А я сам, как владелец бизнеса, такие вещи замечаю и всегда подмечаю. Это очень важно. А совсем скоро у ребят стартует легендарная Черная Пятница, где, в отличие от всеми устоявшейся традиции поднять ценники и потом просто сделать огромную скидку, будут самые настоящие и сочные акции, которые не оставят равнодушными никого. И я вот себе обязательно что-нибудь присмотрю. А сэкономить на покупках в Биг Гик можно и не дожидаясь Черной Пятницы. Просто введите промокод АСАФИВ при оформлении заказа и наслаждайтесь еще более выгодными ценами. Ссылка на сайт беггик.ру будет в описании. Приятных покупок! Вольво представила серийный электрокроссовер EX90. И так-то вроде бы хуй бы с ним, но на самом деле у него есть одна примечательная особенность. Да, понятно, что это новый Вольво. И это новый электрокроссовер. Вот. И, соответственно, все, что есть там у Вольво новое, то, что оно безопасно, это понятно. То, что у него ограничение скорости максимум 180 км в час, как и у всех Вольво, это тоже понятно. И то, что он там сделан наполовину китайцами и еще часть тех технологий, которые есть у Вольво, теперь есть у Китая, все такое, это все понятно. Вот. Концерн G или Вольво никто не отменял. Хер с ним. Самое интересное, что у него серийно будет установлен лидар. Ну, то есть, типа, вот этот вот рог, когда вот вы, допустим, могли видеть беспилотник Яндекса, и на нем такая висит довольно большое количество аппаратуры различных, которая снимает дорогу в 3D, и там, ну, как-то позволяет автомобилю двигаться. Так вот, у Вольво такая же херня, просто спрятанная в лобовое стекло, она как бы на крыше, но все равно у тебя такая небольшая кепочка есть. И эта штука нужна для автопилота третьего поколения, потому что, как бы, Вольво рассчитывает, что при жизни этого поколения уже можно будет где-то плюс-минус использовать автопилот третьего поколения. Автопилот третьего поколения, напомню вам, это тот автопилот, который позволяет убрать руки от руля. Ты все еще должен контролировать дорогу, ты все еще должен смотреть, что где происходит, и должен быть готов в любой момент взять на себя управление, но ты уже законодательно, до Юра, можешь убрать руки от руля. Во всех современных круиз-контролях расширенных, там, в автопилоте Tesla и во всей этой Финьо, ты не имеешь права убирать руки с руля, тут уже можно будет. Но, так как пока что юридически нельзя использовать автопилот третьего поколения, можно использовать только на буквально нескольких дорогах, там, где-то в Европе, эта кепка в автомобиле будет отключена. То есть она просто пока что есть, вот, типа, присутствует, но пока не работает. И в тот момент, когда появится хоть какая-то возможность, хоть где-то будет использовать автопилот третьего поколения, в этот момент они эту штуку включат. А пока что вот просто катайтесь. Хотя мне на самом деле кажется, что Volvo потихонечку все равно будет какую-то информацию собирать, просто в обход от водителя. Просто потому, что когда у тебя вдруг появляется такое большое количество бесплатных автомобилей, которые просто могут кататься по планете и снимать какую-то для тебя полезную инфу, грех этим не воспользоваться. И плюс еще мне очень интересно посмотреть, как они этот автомобиль будут продавать на рынке США, с учетом того, что у тебя там типа лидар, который может снимать инфу и отправлять ее в Китай, потому что Volvo принадлежит джили. И как они вот эти штуки будут вообще разруливать? Скорее всего будут либо как-нибудь анально глушить, либо просто запретят этот Volvo у себя в Америке. Синие изоленты будут клеить. Так в Китае сколько катается Тесл, который все снимает и... Так Китай запрещает. Допустим, когда у них происходит какой-то сбор центральной партии, где мы в каком-нибудь городе, они просто все Теслы с города увозят. И плюс там запрещают движение, глушат их максимально и прочее-прочее. И кстати говоря про Теслу. Неуправляемая Тесла разогналась до 198 км в час и насмерть сбила двух человек. Такое ощущение, что весь интернет мне скинул в инсту этот видос. И в целом как бы я тоже был одним из первых, кто его посмотрел. Я его нашел еще типа ну просто там в новостных источниках там. Где-то я его короче увидел до того, как мне его скинули в Директ. Но в чем суть? Камера наблюдения Китай фиксирует, что типа чувак на своей Тесле подъезжает и пытается остановиться, припарковаться, но вдруг происходит какой-то глюк в Тесле. В самой машине в смысле. Она начинает просто тапка в пол разгоняться. Из органов управления у человека остается только руль. И он может только сигналить и рулить. Все. Типа ни тормоза не работают, ни газ не работает. А машина вот с тем ускорением, которое существует у Теслы, она вот просто газ в пол разгоняется. И едет себе просто тупо прямо. Я боюсь представить даже какой ужас испытал водитель в этот момент. Потому что ну как бы когда у тебя бесконтрольно разгоняющаяся машина, газ в пол, которая может ехать довольно быстро по прямой. Ну как бы очевидно, что нужно сразу же самого себя привести в стену. Пока ты быстро не разогнался. Потому что потом, когда ты разгонишься там до 150 км в час, ты все равно по итогу приедешь в стену. Но у тебя будет сильно меньше шансов выжить в этой штуке. Но как бы неподготовленному водителю просто так себя сразу отправить в стену невозможно. И ты просто в ужасе едешь и несешься типа навстречу смерти. В своем прогрессивном автомобиле будущего. И пока машина разгонялась, она собственно сбила там несколько мотоциклов. По-моему одного пешехода зацепила. Что-то такое. Короче, двух людей убила насмерть. И еще трое в больнице. Включая самого водителя Тесла. То есть типа вот он как бы там кого-то снес, выставился боком и убился там типа то ли об стену, то ли где-то еще перевернулся. Я не сильно помню детали. Я сейчас посмотрю и скажу точно. В какое-то ограждение как будто. То ли столб, то ли дерево. Не, он в дом убился. В дом. Водитель выжил. Он в госпитализации, да. Но два человека не живы. И вот мало того, что как бы там в Китае в целом довольно много напряженности по поводу Тесла, что она типа ездит камерами, все смотрит, подглядывает за нашим светлым коммунистическим строем и все такое. Плюс по всему миру сейчас довольно большое количество ребят с Теслами напряглись. Потому что это че блять за нахуй? Типа машина глюканула и вот такое вытворила в целом. Потому что опять же ну с бензиновым автомобилем у тебя есть что-то взял, ну как бы ключ повернул и все. На этом типа зажигание как бы остановилось. Да, понятно, что там когда существует кнопка, там с этим делом сложнее. Если у тебя кнопка тоже заглючила, то ну как бы может быть. Но я ни разу не видел такого, чтобы бензиновый автомобиль вот так вот сделал. Ну несколько лет назад у Тойоты был такой с ковриками косяк. С ковриками? Да, коврики на педали заползали и нажимали газ. И так несколько владельцев Тойота разбились. Тут это коврик, ну тут понятно как это решить. Коврик обрезал типа и все. Так Тойота и решил. Ну тогда и Тесла тоже наверное. А тут ПО. Она пока еще говорит, что типа мы воздержимся от комментариев. Мы ждем типа официальных итогов расследования, что там по итогу скажут. Но как бы понятно, что когда у тебя условно, даже если представить, что у тебя коврик допустим западает на педаль газа, то в целом у тебя хотя бы остаются шансы как-то это разрулить. У тебя все еще остается нейтралка, у тебя все еще остается ключ зажигания, у тебя все еще остается вариант как-то ногой туда подлезть и подковырнуть педаль газа. То если у тебя как бы, ну у тебя шансов не остается, все, электроника сошла с ума. Она сошла с ума. Все, типа пока. Ситуация, конечно же, жуткая. Мне интересно две вещи. Первое. Каким образом с точки зрения пиар-стратегии Тесла это дело отработает? Тут опять же тоже, ну типа два хода. Либо они просто заткнутся, замолчат и будут давить какими-нибудь другими инфоповодами по поводу того, что будущее тут. Вот мы тут еще что-то туда-сюда. Давайте вы не обращайте внимания. Вот, 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 как они умеют в целом. Либо будут каким-то образом потом показывать, я не знаю, может быть испытание автомобиля. Покажут, что они вот сделали новое ПО. Но открыто покажут, что вот, смотрите, глюк произошел вот из-за этого. Теперь мы это поправили, такого глюка больше не будет. И это, типа, ну очень вряд ли. Скорее всего, Тесла просто дело замолчит как-то, типа, там, шик-шик-шик. И вот снова наш светлое будущее. Вот, ну и батарейки. Все для радикологии. Вот, нам голодающие дети, мы им помогаем. Типа, там, вот эта вся хуйня. И второе, что мне интересно, кого признают виновным. Потому что, ну, два человека погибло. Двух людей больше нет. И чисто де юра за это отвечает водитель. Потому что по всем законам всех стран сейчас в данный момент ответственное лицо — это водитель. Собственно, ты вот как бы, ну, ты сидел за рулем, машина убила двух людей, твоя ответственность. Потому что ты на машину этого дела не спишь, потому что не существует таких юридических норм. Но прецедент довольно шумный. И каким образом конкретно поступит суд — вопрос. Поэтому будем следить за этим событием. Ну, Тесла, наверное, закидает родственников деньгами и попросит отозвать. Тесла-то может закидывать деньгами кого угодно, но чисто по идее у судебной системы должны быть претензии к водителю, а не к Тесле. Ну, водитель докажет, что это сбой Теслы. Ты не можешь это доказать, потому что у тебя закона такого нет. У тебя в любом случае виноват водитель. Ну, тормоза отказали, но водитель виноват. Да. Если умер человек — да. Если ты, допустим, не знаю, там, снес кому-то толчок сельский, и встает вопрос о том, кто оплачивает толчок, там можно, но ты все равно, у тебя будет схема такая, что, типа, ты сначала, как бы, владелец толчка подаст на тебя в суд, ты оплатишь им ремонт толчка, а потом ты сможешь потребовать, типа, с автобильной компанией, чтобы она это дело компенсировала, потому что, типа, авария произошла из-за того, что автобиль был неисправлен. Тут ты, как бы, машину в тюрьму не посадишь. Может потом, конечно, попросить какую-нибудь компенсацию, но опять же механизма такого, что, типа, произошло ДТП по неисправности автомобиля, в котором погибли люди, чтобы за это автомобильная компания как-то... Я, по крайней мере, не знаю такого. Ну, вообще, есть еще такая штука, типа, несчастный случай, когда реально, типа, ты ничего не мог сделать, обстоятельства непреодолимые... Ну, вот, интересно, как они это разрулят. Ну, а я ставлю на то, что чувака посадят. А на правах теории заговора неизвестно, что это за китайцы? Мне кажется, может, это какой-то хитрый план, его убрать хакерской атакой. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Хорошо, с другой стороны, ведет ли кто-нибудь подсчет от общего количества произведенных Тесл, сколько за период эксплуатации Теслы и аналогичных бензиновых автомобилей было совершено ДТП со смертельным исходом, к примеру. Вот посчитать общее количество и понять, настолько ли на самом деле опасна Тесла, как это представляют к нам журналисты. Я думаю, вряд ли, мне кажется, типа, единственный выгодоприобретатель, который может собрать такую статистику, это сама Тесла. К примеру, вот Артем рассказывал историю, его жена ехала с водителем из Питера на 222-ом Мерседесе, и в какой-то момент у них просто выключились фары. И то, что на 222-ом, это реально частая проблема. Да. И почему этого нет во всех статьях, как проблемы Теслы? Шутки шутками, но вопрос абсолютно правильный. В авиакатастрофах гибнет такое количество людей, что, типа, это, ну, это незначительно. Людей во дворах ножами намного чаще убивают, нежели там в самолеты падают. И все такое. И в обычные ДТП и так далее. Но у тебя, как только упал самолет, об этом знает весь мир. То же самое Тесла, это очень, типа, важный инфоповод, такой, типа, хайповый бренд и все такое. Зачем закидывать говно, если они через, блядь, пот, слезы и анальную боль делают что-то новое, и при этом... В том-то и дело, что они не делают ничего нового. Ну, что-то же они сделали в какой-то момент новое, революционное? Пока что нет. Ну, и объективно, типа, ни у одного другого автопроизводителя не было такой новости, что, типа, какой-то автомобиль сошел с ума и поехал, типа, разгоняться и убивать других. Или просто потому, что у тебя бензинный автомобиль так физически сделать не можно. Тесла как, типа, не как компания, а как альтернативное будущее. Если на нее сейчас не накидываться, если не задавать сейчас такие вопросы и так пристально не смотреть, то эта технология войдет просто в обиход вот в такой сырой форме. Да, это было, знаешь, типа, забивать людей насмерть это нормально? Ну, окей. Ну, тем более вы же продаете начальные одну идею, а по факту у вас другое. Ну, как бы вопрос. Аксар человек простой. Слышит, марка автомобиля начинается на Т, значит, надо защитить. Российские регионы получат единые рекомендации по ограничению скорости. И этот заголовок нужно считать так, что наконец-то можно будет смело и совершенно без зазрения совести в какой-то перспективе слать нахуй абсолютно всех тех людей, которые там в комментариях, ооо, а ты вот защищаешь наших дорожников, а вот у меня тут есть поселок какой-то, Усть-Залупинское село, и вот у меня там есть трасса 90 км в час, а вот у меня в моем Усть-Залупинском село, которое 300 метров в диаметре и одной бабкой населением, там висит, сука, 40 км в час, и там стоит 18 гаишников, которые меня ловят, сука, один за одним. Я вот проезжаю, он один такой, Василич, я его знаю, он меня, бля, постоянно тормозит. Потом там Серега стоит дальше, я тоже его знаю. Чуть меньше, конечно, потому что он проебывается постоянно, блядь, а вот Василич меня ебёт каждый день. А потом там Петрович, он, сука, вообще, блядь, взятку никогда не берёт, я ему сую, а он не берёт, и деньги ничего не другое, что не всунуть, блядь, не берёт и всё, и хоть ты, хоть ты, блядь, тресни, а я бы хотелось бы так сильно, а не получается ему засунуть вообще. И вот так далее, вот, блядь, всё село, одно большое, блядь, разочарование. Мало того, что денег много отдают, так и не присунуть никого, присумывают только мне, а во в чём виду отпа... ПУТИН! Так вот, перевожу на русский. Такие дороги, что загородные, что федерального значения, где существует так называемый рваный скоростной режим. Это когда у тебя как раз-таки, да, у тебя есть какое-то ограничение скорости, ну, там, типа, на дороге, допустим, 90, и потом вдруг резко тебе нужно снижать скорость. И на самом деле в правилах у нас есть такая норма, что когда существует какое-то участок, где нужно сильно сбросить скорость, прямо там, типа, ну, допустим, на 40 км в час или на 50 км в час, это должно происходить ступенчатым образом. То есть у тебя должно быть сначала, там, типа, знак 90, потом 70, потом 60, потом 40, условно говоря. И обычно это типа так и происходит, допустим, когда у нас есть какая-нибудь скоростная автомагистраль, она заканчивается, потом у тебя съест, и это значит, что у тебя была типа длиннющая прямая дорога, где водитель мог спокойно ехать там свои 150, вот он едет-едет, а тут у него развязка, поэтому там у тебя будет лежать шумная разметка такая толстая, на которой ты подпрыгиваешь, и ступенчатое ограничение скорости, что вот типа тут аккуратно, блять, 110, тут 90 теперь, теперь давай там 60, или там 70, и вот аккуратненько теперь давай, пожалуйста, поворачивай. Но при этом есть такая проблема, что да, у нас существуют, допустим, трассы загородные, где прям плотное движение, много автомобилей и так далее, и там, блять, населенный пункт ебучий, какая-нибудь реальная деревня, где осталось 3 человека, ну хуй ты с ними сделаешь, ты же их в лес не выкинешь, не выкинешь, они вот тут люди живут, у них тут домасовые есть. И чисто юридически у нас населенный пункт, населенный пункт, у нас ограничение в населенном пункте какое? 60 км в час, все их вот и еби себе, пожалуйста, вот раньше вот как у нас был М10, он и сейчас как бы есть, но все равно типа трасса Москва-Питер, она вся вот в этих постоянных ограничениях, и ты реально едешь, типа, пацан, тебе нужно разогнаться, остановиться, разогнаться, остановиться. И все как бы в курсе, что есть такая проблема и что с ней нужно работать, и вот сейчас Минтранс разрабатывает рекомендации для регионов и для всех тех ребят, кто типа организует наше дорожное движение, о том, где, как и в каких местах вот нужно вот над такими вещами поработать, и как сделать так, чтобы это было комфортно и водителям, и местным жителям, где там может быть как-то там перестроить дороги, где там может быть там, ну реально нормально поработать со скоростным режимом, все такое. Потому что опять же нужно понимать, что типа вот смотрите, у нас существует государство, да, которое из себя представляет типа большой набор регламентов, законов, правил, всякого такого. По-русски ебучая бюрократия, вот, и ебучая бюрократия на самом деле должна быть прям ебучей, сложной и неповоротливой, как раз таки из-за того, что неповоротливость бюрократии и сложность принятия каких-либо решений и типа изменения там стандартов прочего-прочего, это механизм защиты устоявшейся системы. Потому что, грубо говоря, если бы у тебя все государство было бы таким резко изменяющимся, быстрым-быстрым и так далее, то, грубо говоря, у тебя вдруг появилось каких-то два придурка местных, которые там вдруг каким-то образом добрались до законотворчества или до чего-то еще и типа могут действительно менять там у себя регламенты и так далее, то они бы тогда могли за очень короткий срок натворить очень большой хуйни. Поменять там как-нибудь все на свое усмотрение, оно все развалится и пиздец потом по новой строй очень долго. Поэтому любая бюрократия должна быть неповоротливой, в том числе для того, чтобы защищаться от каких-то ситуативных и местных инициатив. Но при этом, если вдруг очевидно, что какая-то проблема существует на долгой дистанции, если существует какое-то решение, которое действительно решает эту проблему, оно потихонечку так или иначе все равно встроится. И, собственно, почему Минтранс разрабатывает лишь рекомендации, а не такую фундаментальную поправку, что вот теперь вот так вот будет, делать нельзя, вот так вот можно и все по всей стране раскатить. Потому что у нас каждая дорога, в зависимости от ее статуса, находится под разным ведомством. Потому что городские дороги и там просто межгород какой-нибудь, ну типа вот обычные региональные дороги, типа такие сельские, это все находится под властью муниципалитета, ну то есть условно говоря под властью области. Вот там типа у нас есть субъект, там типа либо область, либо республика какая-нибудь там, типа что-нибудь такое. И вот кто там местный главный, тот как бы и собственно и заведует дорогами. Но при этом, если у тебя есть дорога федерального масштаба, которая типа тачится через все регионы, то это у нас Росавтодор, другая организация. А если платная дорога, то это Автотор, который заведует всеми платными дорогами. И тебе вот эти три большие штуки надо каким-то образом увязать, надо как-то всем нормально дать условия, всем нормально раздать регламенты. Плюс еще отдельно у нас еще есть МВД со своими ПДД. И типа иди, бля, там поди разберись вообще. Поэтому Минтранс такой типа, пацаны, смотрите, есть проблема, надо поработать. Вот наши рекомендации. И скорее всего, с учетом того, что все-таки это Минтранс, типа не какая-нибудь там типа шарашкина контора, то скорее всего через какое-то время мы увидим большой объем работы, который будет проведен над тем, чтобы рваного скоростного режима на стране больше не было. И тогда уже точно можно будет официально слать нахуй всех комментаторов. Электронные права теперь доступны во Вконтакте. Ты такой, че, блядь, когда читаешь этот заголовок? Но суть такая, что мы с вами много раз уже обсуждали, что потихонечку у нас государство идет в ту сторону, что типа надо бы бумажные документы нахуй все отменить, чтобы вот ты телефон достал свой, типа вот у меня мой СТС, вот мои права, типа все, что вот, все тут. Не надо больше с собой таскать бумажник. И да, как бы идет тот процесс, но теперь как бы госуслуги взяли и объединились во Вконтакте. И теперь у тебя есть как бы Вконтакте, там есть кнопка госуслуги, сервисы и там авто. И там в тестовом виде у нас вот можно будет прилепить туда права и СТС-ку. И так как это тестовый период, еще понятно, что бумажки нужно будет с собой возить, да, факт. Ну а потом в какой-то момент отменят, но понятно, что типа штука с электронным документооборотом это очень важная вещь и нужно делать, и в какой-то момент сделают, и мы через какое-то время реально забудем про бумажки, это замечательно. Но нахуя вконтос-то? Не, я думаю, что это глобальная как бы цель делать у нас социальную сеть по типу того, как в Китае сделано, что у тебя будет просто одна социальная сеть. Ну я не помню, как она там называется. Ну Вичат он называется, да. У тебя будет одна социальная сеть, ты один раз подтвердил, и ты всю головную боль себя потом снимаешь. Не надо регистрироваться миллиард раз на разных сайтах и так далее. Мне кажется, потенциально это довольно-таки удобно. Ну может быть, может быть, но просто прикол в том, что типа китайского пользователя его изначально перекручивали к тому, что типа изначально вот есть Вичат и все. Типа у тебя нет альтернатив, у тебя нет ни другого интернета, нету нихуя. У тебя есть вот телефон с одним приложением, все, больше там нет ничего. И тебе больше ничего не нужно, факт. Не спойлери нам будущее. Ну а типа наш пользователь, который уже привык к тому, что у тебя ютубчики, инстаграмчики, фейсбукчики, типа а тут как бы ты заходишь в ВК, и там ебучий калейдоскоп, типа там вот есть все. Причем все и одновременно ничего, потому что как чат тебе удобнее телеграм, площадка для видеопросмотров, это, блядь, ну, ютуб все еще, слава богу, существует, сторисы и прочее, это тиктоки, инстаграмы тоже до сих пор существуют, там все равно все это удобней. И типа ты такой, ну да, в ВК есть сообщество, старый рудимент, который все еще существует каким-то образом. Мое погоняло, ебись, оно все конем. Ауди представила новый двухмерный логотип, и ты такой, что же, что же там, что же, что же, наверное там что-то новое совсем, может возврат к истокам или там что-то, а ты такая, а, блядь, там четыре кольца, просто плоские. Вот, раньше были немножечко объемные, теперь просто плоские. Все. И единственное, что Ауди типа сделали еще дополнительно, они такие, смотрите, вот он как бы может быть вот такой стандартный, типа там, бело-черненький, вот, а может быть темно-серый, чтобы у вас типа так сильно он не резонировал, но за дополнительные денюжки. Вот. Все. Так, ну и раз уж у нас получился душноватый выпуск, закончим еще одной душнотой, ну, мои любимые при этом ученые создали манекен женщины для краш-тестов. Почему это важно? Да и похуй. Короче, суть в том, что типа вот если феминистки очень сильно любят доебываться в целом до текущего порядка в мире, что вот тут все подчинено мужчинам и так далее, то мне очень интересно, почему же никто никогда не доебывался до манекенов, которые, собственно, используются у нас при краш-тестах. И никто никак сильно не форсировал эту историю, потому что действительно, если посмотреть на как бы, ну, манекены в целом, то в основном они мужские. Там типа есть взрослый человек, условно говоря, и ребенок. Он как бы, понятно, что взрослый человек никто не делает, типа, что специально это мужик, он просто выглядит как взрослый человек, там, примерно среднего роста, примерно среднего веса. Но так получается, что этот средний человек по параметрам, он все равно больше среднестатистической женщины и по росту, и по весу. И поэтому не совсем точно получается снятие информации по поводу того, типа, а как же женщина чувствует себя при краш-тесте. Плюс у женщин есть физиологические особенности. У них типа и по-другому устроено тело, у них элементарно есть грудь, который тоже было бы хорошо сохранить, на самом деле, после ДТП. И второе, что есть у женщин, у них есть жопа. И плюс, так как они еще сами по себе поменьше ростом, это значит, что у них ниже центр тяжести. И, соответственно, другая кинематика и, ну, типа, другие нагрузки, другое все. Нежели у среднестатистического манекена, который, собственно, участвует у всех краш-тестов. В какой-то момент еще там, типа, в районе 80-х или 90-х, где-то вот там появились манекены детей, потому что, ну, дети, очевидно, что это совершенно другая субстанция, типа, это совершенно другие нагрузки, это совершенно другой вес, там, типа, нужны специальные удерживающие устройства, детские кресла, все такое. И нужно это отдельно испытывать, чтобы понимать вообще, что делать с ребенком, как сделать так, чтобы он выжил. Но при этом с женщинами до сих пор ничего такого не сделали. То есть у нас как были в среднем стандартные манекены, так они, собственно, и есть. То есть бывают иногда, что, типа, в каких-то испытаниях ставят на пассажирское сидение, в смысле, сажают на пассажирское сидение манекен размером поменьше, который все равно как мужик, но просто он поменьше, типа, такой же примерно комплекции. Но все равно не везде, не всегда, это официально в регламентах не прописано и все такое. И вот новость в том, что, типа, какая-то группа ученых женщин взяли и сделали, вот манекен, ну, типа, женский, вот, пожалуйста, вам будет. И понятное дело, что в семействе Hybrid 3, а это, типа, самые современные манекены, у них уже такое было. Просто автопроизводители это дело не используют, потому что нахуй не нужно. Существует регламент, вот, определенный, и автопроизводителям нужно вписаться в этот регламент. И, соответственно, и в Ринкапу нужно туда же вписаться, и Чесу туда же вписаться и так далее. Плюс надо понимать, что, допустим, вот у нас, как бы, есть претензия, да, что, типа, половина водителей у нас примерно женщины, там чуть меньше, но все равно, типа, плюс-минус половина потока, типа, едет женщина за рулем. И вот у нас есть краш-тест. Краш-тест, как правило, один. В смысле, серия краш-тестов, она одна. То есть у нас, допустим, существует ряд испытаний, типа, фронтальный удар, боковой удар, там, типа, 25-процентное перекрытие, удар в столб, там, все такое. И это все разные автомобили. То есть тебе, как автопроизводитель, нужно, типа, на испытания предоставить, там, 6 тачек. И при этом, если ты хочешь взять и провести все то же самое, но с женским манекеном за рулем, тебе нужно в два раза больше автомобилей. А стоит ли информация конкретно под женщин в два раза большего количества автомобилей? Это вопрос коммерческий, в первую очередь. Потому что, ну, тогда нужно будет увеличивать нагрузку финансовую на автопроизводителей, нужно будет увеличивать финансовую нагрузку на всех испытателей, потому что это больше времени, больше испытаний, больше работы, больше объема информации. Тра-ля-ля. И, естественно, это нужно делать. Я тут не сижу просто и вся из сексиста корчу, типа, мы просто кекаем тут, напоминаю. Я бы вообще голосовал за то, чтобы, типа, разбивали все, что угодно, в каких угодно количествах, со всеми возможными вариантами манекенов. Типа, потом бы еще сказал бы, что нужно с Хазбика снять мерки, еще и карликов разбивать, потому что, ну, просто интересно посмотреть, как оно получится. Но очевидно, что всегда есть какая-то разумная граница и какой-то разумный предел между тем, что нужно необходимо делать, чтобы реально как-то влиять на результаты. И там дальше, ну, типа, бесконечное упарывание по поводу. Поэтому, конечно, очень интересно посмотреть, чем закончится вот это представление вот этого нового манекена женского. Потому что, опять же, помимо таких женских манекенов, в какой-то момент ребята из Швеции родили манекен лося. Лося. Вот. Вот такое. Типа, что вот можно вот так вот, вот в такую штуку теперь можно разъебаться. Посмотреть, что из этого получится. Пару раз разъебались и забыли. То есть ты к тому, что, типа, машины не проектируют под то, чтобы женщины у них разбивались? Да, да. Просто потому что, во-первых, нет в регламентах. Во-вторых, ну, типа, если ты добавляешь хоть один дополнительный манекен, это сразу, ну, прикинь, сколько автомобиль разбивается по миру в целом. Каждая модель у тебя должна быть разбиться не только на одном конкретном рынке, в одном конкретном испытании, а на большом количестве рынков, в большом количестве испытаний. И, соответственно, тебе, как автопроизводителю, нужен дохуищий автомобиль. Просто на один вводный параметр новый. Плюс все лаборатории загрузить, всех людей. Ну, то есть, типа, это там... Это ты, наверное, делал даже не в этом, а в том, что разработка будет дороже. И разработка... Все будет дороже. У тебя просто экспоненциально сразу рост. Но, с другой стороны, у тебя есть статистика, что женщины на 75% чаще гибнут в ДТП. В чем мужчины? Ну, еще мне очень нравится, что те испытания, которые они показали на женском манекене, там, если смотреть фотографии, у тебя тоже фотография есть, что мужские манекены часто бьют, ну, просто вот сидит манекен и все. Типа, женский одет, потому что сиськи есть. Притом, если в целом смотреть всю статистику, вот, различную пополам, типа, вот существует вот эта вот штука, что, типа, между мужчиной и женщиной нет никакой разницы, или между мужчиной и женщиной за рулем существует, типа, что, типа, женщина за рулем – это обезьяна с гранатой, типа, вот эта вся хуйня. Но на самом деле, если смотреть на цифры, то, как бы, разница какая. Женщины реже попадают в ДТП, нежели мужчины. Но если попадают, то, как правило, на глушняк. А ты потом как баб искать? Их нет, блядь. Новость из рубрики «Ретроспектива». В тот день, когда вы смотрите этот видос, а именно 20 ноября только 2008 года, Toyota начала продажи ситикара IQ. И вот этому вот, что вы вряд ли в своей жизни видели, уже 12 лет. 14. Математика. В чем суть? И в чем разгон? И почему это важная модель? Потому что, ну, как бы, у нас вот Ахсар не просто так взял и встал сейчас и ушел из помещения, потому что это очень жиденький, очень классный абсерд Toyota, который прям звучал на весь мир. Такой пердеж был смачный просто. Все радовались очень сильно. Возвращаемся в нулевые года, в район, там, 2004-2005 года, когда у нас популярный смарт. Уже существует несколько лет как. Плюс еще начинает уже активным образом появляться B-сегмент. То есть, типа, Renault Logan появился в 2005 году. И все остальные автомобильные производители тоже начали замечать, что, типа, если ты предлагаешь рынку маленький компактный автомобиль, который при этом вроде бы даже как, ну, нормальная машина, вроде бы даже как-то едет, там внутри есть что-то, и при этом ты ставишь, ну, типа, не сильно прям супер дешевую цену относительно соседей по модельному ряду, но при этом все равно как бы, ну, дешевле, заметно дешевле, то на этом можно зарабатывать. Вот, автопроизводители там один к одному сложили такие, заебись, надо туда лезть. Фишка в чем IQ? В том, что это компактная машина, разработанная с тем самым современным требованием безопасности. То есть, это не бюджетная машина, это компактная современная машина. Ну, суть такая, что, типа, и Toyota думала, что вот это все дело сработает. Они такие, типа, вот, мы точно будем, типа, делать десятки тысяч автомобилей, потому что Smart же продается 90 тысяч автомобилей в год. Заебись, у нас будет как минимум так же. И у них там один плюс один складывается, и точно мы 100 тысяч автомобилей, блядь, дунем без проблем вообще. Мы тут все внутри у себя в отделе маркетинга дунули и решили, что, типа, 100 тысяч автомобилей дунем без проблем. И как бы у нас случается первый год продаж этого автомобиля, что вот, типа, невозможный хайп. Они показали дело на автослоне, что вот, смотрите, у нас нормальный, полноценный автомобиль. Просто очень маленький, ну, типа, ну, там все нормальное для жизни есть. И вот мы вот это дело представляем, и в первый год у нас 44 тысячи автомобилей. И все такие, ну, ладно, ну, ладно, это просто первый год. Времени на раскачку больше нет, поэтому сейчас мы возьмем и продадим. В два раза меньше в следующий год. А потом еще меньше, еще меньше, и прям мы докатываемся до объема, там, тысячи автомобилей в год, 500 автомобилей в год. В этот момент еще такой Астон Мартин. О, нас тут экологи ебуть. Потому что в какой-то момент экологи придумали, что вот, типа, должно быть среднее значение выбросов на весь модельный ряд. Вот у нас, типа, существуют же автопроизводители, которые делают только мощные машины. Только всякие, там, ра-та-та, там, V8, V10, V12 и так далее. А мелкого всякого душного говна они не производят, и поэтому получается, что средняя норма выброса, которая у них существует на всем модельном ряде, она прям высокая. Прям дохера срут в атмосферу. Поэтому, чтобы такое дело ограничить, на каждую выпущенную вот такую жирную машину у вас должно быть еще какая-нибудь переделка, которую вы тоже выпускаете, чтобы, ну, типа, чтобы у вас среднее значение от СО по всему автопроизводителю было низенькое. А если у вас такого не будет, если вы будете продолжать выпускать только дорогие жирные машины, бу-бу-бу-бу и ра-та-та, то вам, типа, штраф по жопе обязательно. И вот к Астон Мартину пришли с вопросом, что, типа, а-а-а, у тебя тут V8, блядь, минимум, так не пойдет. И он такой, отлично, Toyota, мы видели, что вы там сделали IQ какой-то суперсовременный, давайте мы у вас его возьмем, просто купим автомобиль, переделаем немножко морду, получится вот такое вот уебище. Но мы туда налепим значок Астон Мартин, и это будет расходиться просто, блядь, огромными тиражами. Тем более, что этот, ну, как бы Астон Мартин будет стоить много денег, заработаем, без проблем, нахуй тоже оказался никому не нужен. Продали. Хотели каждый год 4 тысячи. А продали всего 300. Ну, это Астон Мартин, блядь, это в целом неудивительно, потому что они вот, ну, как бы, специалисты в продажах, они всегда такие, типа, мы пускаем кроссовер, будет продаваться, типа, миллионными тиражами, а тебе хуй с маслом Астон Мартин. Такой, ну, ладно, зато было вкусно. А на самом деле, типа, они потом еще под конец выпуска, когда уже, ну, все, стало очевидно, что вот это надо дело закапывать, что мы деньги ни в коем случае не отобьем, они ради прикола взяли и построили вот эту вот херню на V8 с 4,7. У тебя вот, ну, как бы, вот такая, вот такой автомобиль, реально. Ты вот так вот дверь открываешь и пытаешься залезть, типа, вот такая машина. И они такие V8 туда. Я не знаю, как они туда засунули. Ну, они, видимо, полкузова распилили там, типа, и какой-то корщ внутри построили. Но, так или иначе, вот, типа, на V8 машина существует. Я в целом бы не удивился, если бы, не знаешь, если они ставят туда мотор, и у тебя задние колеса от земли такие отрываются, потому что, ну, типа, куда. Подожди, Toyota или Aston Martin? Это Aston Martin сделал. Вот, все, хуйню Toyota не творит. Она продает. Вокруг, блядь. Здравые люди вокруг просто. Ну, и в целом, самая главная суть этой новости заключается только лишь в том, что Toyota не боги. Типа, у всех автопроизводителей существуют какие-то провалы, типа, и вот IQ это точно один из самых громких провалов Toyota. Потому что, мало того, что, типа, бывает такое. Ты выпустил, типа, херовую модель, закопал много денег в разработку. Да, понятно, ты выпускаешь ее, понимаешь, что это говно, что это все равно никому не нужно. И за год, за два сворачиваешь производство. Но, ребята, 7 лет пытались, типа, что-то сделать с машиной. Не получалось ни под каким предлогом, во что бы ты ни заворачивай, что бы ты ни делай. Ну, просто не надо никому, и вот хоть ты тресни. 7 лет сражались, и в итоге все равно закопали. И слава богу. Выходит, от Toyota самый маленький IQ. А на этом, в этом выпуске у меня все. Надеюсь, что следующий новостной выпуск тоже выйдет. Вот. Надеюсь, что меня не очень сильно изнасилуют в Сочи. Вот. И вам желаю того же, чтобы вас не насиловали в Сочи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин